Переговоры Лиги с Россией – все, что нужно знать о деле, вызывающем ужас у Маттиаса Левини, Леспреса, Италия. Джованни Тицен, Леспреса, Италия. 20 октября 2019 года. Прошло уже 12 месяцев с публикацией нашим изданием первого сенсационного материала о встрече в Москве, организованной для получения партии Лига финансовой поддержки от России. Это был год лжи и замалчиваний. Год ответов, которых мы так и не получили. Год постоянного бегства. Вот что мы выяснили, начиная с фотографий, сделанных в отеле Метрополь 18 октября. И до сегодняшнего дня прошел год после переговоров о финансировании партии Маттиаса Левини на российские деньги. И со времени визита в Москву лидера партии Лига, в то время занимавшего еще пост министра и вице-премьера, во время которого он должен был присутствовать на съезде конфиндустрии, Ченфиндустрия, и тайно встретиться с российским вице-премьером Дмитрием Козаком. Много времени прошло с времени нашего путешествия в Москву для поиска доказательств полученным нами сообщением. Это год лжи и замалчиваний. Год, в который мы так и не получили ответов на свои журналистские расследования. Год постоянного бегства министра от ответственности. Год молчания о переговорах в Метрополе, организованных бывшим пресс-секретарем Сальвини Джан-Лукой Саваини, Ген-Луча Саваини, режиссером политической и деловой встречи на высшем уровне, свидетельство которой мы с нашим коллегой Стефаном Вирджини, Стефана Виргини, представили на страницах Эспрессо в феврале прошлого года и в книге «Черная книга Лиги» и «Лебронера» дело Лего. Вслед за публикацией сенсационного материала в феврале прошлого года прокуратура Милана открыла досье в рамках расследования международной коррупции. На данный момент расследование ведется в отношении трех человек. Это три итальянца, присутствовавшие в Метрополе 18 октября, Джан-Лука Саваини, адвокат и представитель лондонского банка Джан-Лука Миранда, Ген-Луча Миранда, и консультант Франческо Ванну Чи, Франческо Ванну Чи. Таким образом, судебное расследование дела Метрополь-Гейт продолжается уже восемь месяцев. У прокуратуры в распоряжении есть ряд документов, которые невозможно игнорировать. У нее есть аудиозапись встречи 18 октября. Торговые предложения, одно из которых адресовано компанией «Роснефть», нефтяному колоссу, чье название звучало в ходе беседователя, в рамках которых достигнутые в Метрополе соглашения были записаны на гербовом бланке Лондонского банка, по-видимому, являвшегося посредником в этой сделке. И рукописный лист со сделанными в тот день заметками и цифрами, которые Саваини обсуждал с русскими навстречу. Трибунал постановил, что запись является подлинной. Она достоверна и может быть использована в качестве доказательства, полученного прокуратурой по постановлению о предоставлении материалов в отношении журнала «Эспрессо», в распоряжении которого находилась запись. Мы ограничились передачей файла, защищая личные данные наших источников. Судьи, таким образом, отклонили жалобу Джану Луки Саваини, требовавшего признать аудиозапись непригодной в качестве доказательства в суде, утверждая в том числе, что ее следует признать незаконной, так как она была записана на территории Российской Федерации. Этот тезис в его защиту был отвергнут трибуналом, рассматривавшим ходатайство о незаконности следственных действий. Одним словом, использование аудиозаписи не подвергается сомнению. Для прокуратуры это первая победа на деликатной стадии предварительного расследования. Даже если бы этих документов было достаточно для доказательства попытки коррупционных действий, о которых полагают миланские прокуроры, они все равно не проясняют всех оставшихся вопросов. И главным образом следующего, была ли заключена сделка? Главные действующие лица утверждают, что сделка не состоялась. Расследующие это дело изучают все текущие счета, все связи, все взаимоотношения между компаниями и не только. Детективы финансовой полиции тщательно анализируют даже финансовые потоки из пророссийских ассоциаций, таких как, например, Ломбардия Россия, основанная Саваине. Далеко не один параграф в решении трибунала подтверждает политическую роль Саваине в переговорах. Он был связующим звеном между бизнесом и партией. Чтобы лучше понять генезис и идентифицировать всех главных героев этих переговоров, в том числе и неизвестных, остающихся на заднем плане отеля Метрополь, прокуратура разбирается в материале, конфискованном у трех присутствовавших на встрече итальянцев. Среди этих бумаг и файлов, находящихся в распоряжении следствия, могут оказаться материалы, которые помогут восстановить события, предварявшие состоявшуюся в октябре встречу. Безусловно, то, что Саваине, начиная с июня 2018 года, приступил к подготовке переговоров по газовой сделке. В июле состоялись контакты и были выдвинуты торговые предложения, которые мы со Стефаном Вирджини зафиксировали как на страницах Эспрессо, так и в Черной книге Лиги. Мы рассказали, например, о переговорах с компанией, ведущей к олигарху Константину Малафееву, большому другу Саваине Путина, одному из главных источников финансирования Всемирного конгресса семей. Компания, с которой Саваине вел переговоры в тот период, называется «Авангард Тойл». Мы писали о неоднократных встречах и обмене коммерческими предложениями. Далее, однако, Саваине переключается на другой канал. Он делает ставку на другой круг путинской власти, которая приведет его к встрече в отеле «Метрополь» на следующий день после визита Маттеа Сальвини в Москву. Занимавший тогда пост министра и вице-премьера Сальвини прилетел в путинскую столицу по одному публичному и одному тайному делу. Официально, как приглашенная звезда конфиндустрии Россия, официозно, ради встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, в ведомстве которого находится соглашение в сфере энергетики. Тайная встреча, не предусмотренная в публичной повестке Сальвини, играет центральную роль в «Метрополь-Гейте», потому что Козак очень тесно связан с адвокатом Владимиром Плигином, которого на встрече 18 октября представлял один из русских по имени Илья Икунин. Эту связь прокуратура тоже захочет тщательно изучить. Несмотря на то, что это скорее политический аспект дела, который должен был бы рассматриваться в других залах, например, в парламенте. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.